Владимир Путин сегодня посетил сочинский Сириус. Президент России осмотрел новый корпус под названием «Школа». Экватор пройден. В Сочи работы по восстановлению объездной дороги ведутся круглосуточно. Шесть преступлений за ночь. Таким образом, житель Лобинского района решил отметить в Сочи свое освобождение. Из шумного города на Покос Кавказский заповедник приглашает волонтеров на заготовку сена. 9 тысяч квадратных метров для талантливой молодежи. В Сочи открылась новая школа. Сегодня президент России и губернатор Кубани осмотрели новый корпус под названием «Школа». В нем дети проходят обучение по профильным программам центра. Одновременно обучаться там смогут до 800 человек. После ознакомительной экскурсии глава государства здесь же, в новом корпусе, проводит заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». Участие в нем принимает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании обсуждают вопросы дальнейшего развития центра «Сириус». Продолжаем. Экватор пройден. Федеральные дорожники продолжают ликвидацию последствий паводка и оползня на пострадавшем участке обхода Сочи. За последние трое суток дорожникам удалось значительно продвинуться в процессе восстановления дороги. Сейчас рабочие устанавливают анкерные системы «Титан», которые дополнительно укрепят подпорные стенки. Русло реки Псахе практически полностью освобождено от оползневых масс и фрагментов разрушенного паводком берегоукрепления. С места ЧАЭС вывезено 350 самосвалов грунта. Начались работы по восстановлению насыпи, идет монтаж ограждения со стороны реки. В ближайшие дни дорожники приступят к устройству так называемой дорожной одежды. Напомню, 25 июля мощный паводок и сошедший в русло оползень разрушили около 40 метров берегоукрепления. В результате произошло разрушение проезжей части. Движение на участке обхода Сочи закрыто. Безопасность, бесхозные сети и безналичный расчет. Эти темы сегодня стали главными на планерном совещании главы города. Продолжит Татьяна Говоркова. В Сочи во время сильного шторма 5 августа утонули три человека. Случилось это в разных районах города на так называемых диких пляжах. Там, где работают спасатели, отметили на совещании, а это более 190 пляжей по всему Сочинскому побережью, происшествий не зафиксировано. Несчастные случаи в основном происходят из-за того, что люди игнорируют запреты сообщения о штормовом предупреждении. И идут на необорудованные пляжи, где купаться в целом не рекомендуется. Анатолий Пахомов отметил, во время шторма по всему побережью должно быть установлено дежурство. Руководители пляжных территорий совместно со спасателями просто не должны допустить такого случая, что человек пьяный находится на море. И как только они его видят пьяного и видят, что он неадекватен, вызывать полицию. У нас огромные силы. Полиция есть, казаки есть. Почему нельзя было расставить на всей территории и сказать не пускать никого? Мы же знаем и говорим о том, что люди приезжают сюда на отдых, выпивают. Естественно, теряют разум. И в этом случае надо применять силу ради того, чтобы эти люди остались живы. Конечно, о безопасности своей жизни во время отдыха на море должен заботиться сам человек. Но факты порой говорят об обратном. Так, например, 27-летняя женщина из Ростовской области, несмотря на то, что была в положении на большом сроке, отправилась утром на пляж в поселке Учдере, где в 5 часов утра и родила малыша. К счастью, все завершилось благополучно. Особый контроль должен быть и в отношении детей. И если в частных случаях за ребенка ответственность несут родители, то к мониторингу за отдыхом организованных детских групп подключились и сотрудники администрации. Они вместе с руководителями гостиниц, арендаторами пляжей, сотрудниками нацпарка и Кавказского заповедника контролируют все их передвижения вплоть до отъезда из города. Говорили на планерном совещании и о другой безопасности – противопожарной. В городе продолжается работа по формированию так называемых «островков» для пожарной и другой спецтехники на придомовых территориях. На некоторых улицах уже поставлены знаки и нанесена разметка. Также на курорте ведется активная инвентаризация бесхозных сетей энерговодоснабжения и водоотведения. Создать карту бесхозных сетей и передать их ресурсоснабжающим организациям планируется к концу года. Бесхозных сетей в городе быть не может, поэтому администрациями внутригородских районов проводится титаническая работа по выявлению таких сетей. Заполняются определенные формы, после чего информация передается в департамент городского хозяйства для регистрации муниципального права. Параллельно направляются запросы в департамент имущества Краснодарского края для того, чтобы подтвердить, что сети являются бесхозными. Подняли на планерке и транспортный вопрос. По поручению мэра в автобусах и маршрутках проверили работу терминалов для безналичной оплаты. Как оказалось, на муниципальных маршрутах расплатиться картой можно, а вот водители коммерческих перевозчиков зачастую не предоставляют пассажирам возможность оплатить проезд по безналу. Терминалы либо не работают, либо отсутствуют или намеренно прячутся. В чем причина, обсудят отдельно с представителями автопредприятий. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Плюс 270 миллионов в городскую казну. Именно такой суммой пополнился бюджет Сочи благодаря работе по выявлению недобросовестных налогоплательщиков. Сейчас в черном списке налоговиков 206 предпринимателей, которые развернули коммерческую деятельность на участках под ИЖС. В городе начались рейды по объектам размещения. Сотрудники администрации вместе с налоговой инспекцией проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учете. То есть, по факту, собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но доходы скрывают. Власти напоминают, на участке под ИЖС можно построить только жилой дом для одной семьи. Таково целевое назначение участка. Несмотря на свидетельство о собственности, права строить то, что захочется, у хозяина нет. Гостиница на участке под ИЖС – такое же нарушение правил, как и многоквартирный дом. Либо необходимо менять вид разрешенного использования земли. Но сотни сочинцев выбирают другой путь, незаконный. До двух тысяч у нас таких объектов только в одном Лазаревском районе. И, скорее всего, примерно такое же колесо будет и в Адлерском районе. Естественно, что наша задача сделать так, чтобы либо они действительно привели свои земельные отношения в соответствии с законом, привести земли к целевому назначению. Они должны получить технические условия у Кубани-Нерко, у водоканала. Это будут совсем другие цены. И, конечно, они должны встать на налоговый учет, как коммерсанты. До сегодняшнего дня встать на налоговый учет хозяев объектов размещения вынуждали убеждениями и штрафами. В итоге за год они выплатили 270 миллионов рублей. Теперь тактика меняется. Мы сейчас совместно с Водоканалом, с Кубани-Энергосбытом, с ПОЖНОДЗОРом по каждому объекту этому проводим обходы. И понуждаем их к тому, чтобы они были приведены к требованиям действующего законодательства. Есть у всех служб свои рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей. Например, водоканал отключает воду, Кубани-Энерго приостанавливает подачу электричества. А если мы увидим, что объект продолжает работать незаконно, тогда будем принимать к нему самые жесткие меры. Шесть преступлений за ночь в Сочи. В этом подозревают неоднократно судимого 37-летнего жителя Алабинского района. Его задержали в Туапсе. В полицию обратилась гостья курорта. Из арендованной ею квартиры в Лазаревском пропала сумка с телефоном, паспортом и деньгами. В общей сумме 80 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, где было установлено, что злоумышленник проник в жилище путем свободного доступа, а именно через незапертое окно. С похищенным имуществом с места происшествия скрылся. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Оперуполномоченные задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину на одной из улиц Туапсе. В ходе проверки выяснилось, что он причастен также еще к трем кражам, грабежу и угону. Мужчина пояснил, что меньше недели назад был освобожден из мест лишения свободы и все вышеперечисленное совершил за одну ночь. Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцам. А задержанного, скорее всего, ждет возвращение за решетку. К другим новостям о пользе Мацесты расскажут в городских поликлиниках. Новые методы привлечения не только туристов, но и местных жителей на курортные объекты обсудили участники общественного совета по вопросам развития санаторного и туристского комплекса Сочи. Оно прошло в необычной обстановке на борту круизного лайнера. Встреча началась с экскурсии. Большинство членов общественного совета впервые посетили лайнер. Позже уже за круглым столом говорили о развитии в Сочи бальнеологии. Именно этим необходимо привлекать туристов, особенно в межсезонье. Собственно, и зарождался курорт Сочи как бальнеологический. Более того, можно развивать медицинский туризм, предлагая возможности сочинских клиник. Обсудили и возможности сочинской минеральной воды. На курорте несколько источников, и туда можно организовать экскурсии отдыхающих из санаториев. Да и местным жителям полезно узнать некоторые интересные факты о бальнееводолечении в родном городе. Уже есть договоренность с Краевым управлением здравоохранения о том, что во всех наших больницах города Сочи будут размещены постеры о полезности мацесты, о возможностях мацесты в лечении разного рода заболеваний. Мы стараемся донести требования популяризации мацесты в рамках функционирования наших санаторно-курортных организаций, чтобы наши гости, приехавшие на отдых, также имели возможность посещать мацестинские источники и поправлять свою здоровь. Обсудили члены общественного совета, а также и проведение осенью в Сочи международного туристского форума и конгресса туроператоров. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 7 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем 23-25 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. 3 миллиона рублей за самую быструю езду в Краснодаре разыграли главный приз в скачках на Кубок губернатора. В основном заезде сезона участие приняли лошади, рожденные исключительно на Кубани. За состязаниями с трибуны наблюдал и глава региона. Конечно, скачки – это не только сами гонки, но и незабываемая атмосфера. Белые, розовые, легкие, соломенные, замысловатые, дизайнерские. Неизменный атрибут любых скачек – дамские шляпки. Причем постоянно посещать ипподром в одном и том же головном уборе считается плохим тоном. Мы каждые скачки приезжаем и шляпки примеряем. Вот с подругой. Леди всегда ходили на скачки, поэтому я создавала образ леди. Пока леди соревнуются, кто из них краши, жакеи готовят скакунов в гонке. Кстати, вес наездников вместе с седлом не должен превышать 60 килограммов. В специальном загоне лошадей настраивают на старт. И в данном случае спокойствие – определяющий фактор. За две минуты, две тысячи метров едешь, чтобы думать, переживать. Таких времени нет. Основным состязанием дня стал заезд на Кубок губернатора Кубани. Общий призовой фонд – 3 миллиона рублей. Участие в борьбе приняли 13 лошадей. Обязательное условие – все скакуны должны быть рождены в Краснодарском крае и Адыгее. За состязанием с трибуны наблюдал глава региона. Расстояние заезда – 2400 метров. Почти половину дистанции определить лидера гонки было сложно. Участники шли, что называется, ноздря в ноздрю. Судьи в машине сопровождения фиксировали каждое движение на протяжении всего забега. Фавориты определились лишь на финишной прямой. Борьба развернулась между прошлогодним победителем с кокуном Князем Юсуповым и темной лошадкой Висмусом. Именно он – жеребец из Новокубанского района – и стал первым. Давай, 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 давай! Есть! Красавчик, есть! Жакей прекрасно на эту дистанцию разложил. И, конечно, заставил волноваться, когда за тысячу метров еще до финиша он стал возглавлять эту скачку. Ну, наверное, рассчитывал, что есть силы в этой лошади. Победителей, владельцев скакуна и жакея, на сцене поздравил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев выручил им заслуженную награду и отметил, что конный спорт в регионе – это продолжение исконно-кубанских традиций. Наши предки-казаки не представляли своей жизни без коня, своего надежного друга. С ним они сражались в бою. И с ним же они работали в поле. Казачат с раннего возраста учили держаться в седле, чтобы они выросли настоящими мужчинами, чтобы они выросли настоящими защитниками своей земли. А наша Кубань, наш край славились своими породистыми лошадьми, которые во всем мире ценились за быстроту, выносливость, силу и красоту. Считалось, что в их крови настоящий казачий огонь и настоящая казачья дерзость. Наш край является лидером в России по развитию коневодства. За этими большими достижениями стоит упорный, огромный, ежедневный труд людей, которые смыслом своей жизни ставят в том числе и возрождение скаковых традиций, которые были, есть и должны быть на нашей земле. Скачки на Кубани – это больше, чем просто спорт. Казачий уклад жизни предполагал обязательное наличие в семье коня. Как дань традициям – отдельный заезд жакеи, в котором исключительно члены районных казачьих обществ. Когда-то так же лихо наши предки разъезжали по полям. Подобные соревнования – наглядный пример того, как в казачьем крае сохраняют культуру и обычаи. Я считаю, это обязательный элемент вообще конного спорта здесь, на Кубани. Почему исторически сложено, что казачество, коневодство, оно как бы всегда шло вместе, было тесно связано друг с другом. Все войны того времени не обходились без лошадей. Сегодня в Краснодарском крае в хозяйствах насчитывается больше 10 тысяч лошадей. Самая распространенная порода – чистокровная верховая. Краснодарский край – это всероссийская кузница кадров для конного спорта. Мы видим, насколько профессиональны жакеи. Они являются победителями российских международных соревнований. На Кубани очень много делается для того, чтобы растить таких чемпионов. Коневодство на Кубани – не просто развлечение, а целая отрасль, которые в регионе уделяют серьезное внимание. Специализированные хозяйства получают государственные субсидии на содержание поголовья, что позволяет приобщать к лошадям как можно больше людей. Сегодня конный спорт в нашем крае стал доступным. И многие мальчишки, девчонки сегодня могут заниматься этим спортом. А в казачьих кадетских корпусах конный спорт является обязательным предметом. Поэтому казачья удаль, отвага, стремление к победе и сегодня живут в нашем подрастающем поколении. Развивая коневодство, мы сохраняем традиции, которые позволили нашим предкам выжить, победить и создать красавицу Кубань. А значит, мы можем растить уже своих детей на основе настоящих ценностей. Традиционные элементы джигитовки зрителям демонстрируют казаки. Всадники выполняют невообразимые элементы прямо на скаку. Когда-то подобные навыки имели прикладное значение в бою. Кубок губернатора – главное событие на ипподроме. Но далеко не последнее. Впереди еще 9 скаковых дней. В Сочи готовится к чемпионату мира Action Air 2021. В рамках подготовки к соревнованиям на курорте открылась первая секция по практической стрельбе из пневматического пистолета. Ранее в городе это направление не было развито. Однако надежды на наших стрелков возлагаются большие. Меткость, дисциплина, талант. Чемпионат мира по практической стрельбе объединит более тысячи лучших спортсменов из 50 стран. Соревнования стартуют в Сочи весной 2021 года. В преддверии масштабного события в городе торжественно открыли первую и, самое главное, бесплатную секцию по этой дисциплине. Право первого выстрела спортсмены предоставили заместителю главы Сочи Анатолию Луцику. По готовности, огонь! Практическая стрельба – это уже 80-й вид спорта, ставший доступным для сочинцев. Его главная особенность – разнообразие упражнений. Также здесь учитывается не только меткость, но и скорость попадания пули в мишень. Мастерам практической стрельбы необходимо владеть тремя видами боевого оружия – пистолетом, ружьем и карабином. Пугающий, на первый взгляд, набор. Однако этот спорт официально признан одним из самых безопасных в мире. За почти 60 лет проведения соревнований по практической стрельбе по всему миру, в которых приняли участие сотни тысяч спортсменов, миллиарды патронов были расстреляны за это время, не произошло ни одного несчастного случая по причине неосторожного обращения с оружием на соревнования по практической стрельбе, и это известный факт. Этот 19-летний юноша – мастер спорта по стрельбе из пневматики. Практическая стрельба для него – дело новое. Тем не менее, парень уверенно взял в руки непривычное для него оружие и показал собравшимся мастер-класс. Раз я пошел в тир на ривьере и выбил все баночки, мне дали приз, и после этого родители меня отвели в секцию пулевой стрельбы, и потихоньку я начал стрелять. Стрельба очень тренирует в однокровии, координацию движений, то есть я более спокойно стал, усидчивый, могло монотонную работу много делать. К соревнованиям по практической стрельбе допускаются спортсмены, достигшие 11 лет. Однако тренироваться можно из более раннего возраста, отмечают специалисты. Пистолеты для маленьких стрелков абсолютно безопасны и скорее напоминают игрушку, нежели оружие. Тем не менее, с первого занятия юным спортсменам прививается дисциплина. Всероссийская федерация, которую возглавляют настоящие профессионалы, которые болеют этим видом спорта, эти люди сделали все для того, чтобы этот вид спорта в городе Сочи состоялся. А именно, сегодня мы торжественно открываем первый стрелковый клуб. Желающих будет гораздо больше, чем на сегодняшний день возможности нашего города. И благодаря этому мы с Нового года открываем муниципальную школу. Пока регулярно в секции занимаются 7 сочинских ребят. По мнению тренеров, за год число спортсменов должно вырасти минимум до 200. Накануне представители Всероссийской федерации пулевой стрельбы посетили ряд городских школ. Необычным видом спорта заинтересовались более 700 учащихся. Я уверена, что дети будут записываться, будут тренироваться. Мы приложим к тому, чтобы сюда приезжали спортсмены, показывали, делились с ними мастерством, чтобы сюда приезжали лучшие тренеры. Возможно, здесь будут проведены сборы в какой-то момент времени. Я очень надеюсь, что те дети, которые сейчас начнут тренироваться, возможно, смогут быть отобраны в национальную сборную и представить Россию на чемпионате мира. По словам руководителя дирекции чемпионата мира Анастасии Черненко, в ближайшее время секции по практической стрельбе должны открыться во всех районах города. Постигать азы профессии в Сочи приехали студенты-филологи из Луганска. В Сочинском госуниверситете открылась летняя языковая школа. Летняя языковая школа – это совместный проект СГУ и фонда «Русский мир», цель которого – популяризация и поддержка программ изучения русского языка в России и за рубежом. Программа реализуется в Сочи уже второй год, и на этот раз сюда приехали начинающие филологи из Луганской народной республики. В мире очень много людей с огромным багажом знаний, и хотелось бы почерпнуть то, чего, возможно, мне не достает там. Для меня это жизнь, потому что русский язык, он всегда, он везде просто. Без него – это база, базовый язык, от которого уже после можно изучать другие языки. Для будущих филологов преподаватели Сочинского госуниверситета подготовили специальные лекции, дискуссионные площадки и практические занятия. Они посвящены современным лингвистическим исследованиям, подходам к преподаванию русского языка и литературы, проблемам понимания литературных текстов. Наша цель – это оказать содействие филологам-русистам из стран ближнего зарубежья, показать им наши программы, российские стандарты, ну, может быть, что-то рассказать новое из области филологии. Для студентов мы организуем не только учебные занятия, широкая экскурсионная программа, знакомство с русскими традициями, в том виде, которым она представлена в нашем городе. Такой проект – это ответ на запрос представителей Высшей школы Луганской республики. Они заинтересованы в подготовке специалистов на основе российских образовательных программ, отмечает директор фонда «Русский мир». 20 лет – это был иностранный язык. И старое поколение учителей русского языка, которое воспитывалось и училось в Советском Союзе, оно уже ходит постепенно. А вот молодежи, преподавателей русского, катастрофически не хватает. Поэтому мы заинтересованы, чтобы они несли хороший русский язык детям, тем более сейчас Луганск переходит на российские образовательные стандарты. Сучинский госуниверситет – наш надежный партнер. Мы очень дорожим и отношениям, которые здесь проявляют нашим программам. Дорожим нашими партнерскими отношениями и рассчитываем, что они будут только укрепляться. За 10 дней участники летней языковой школы СГУ не только повысят квалификацию, но и познакомятся с Сочи. Для них предусмотрена культурная программа. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Из шумного города на Покос в горах Красной Поляны на территории Кавказского заповедника начался сезон заготовки сена. Инспекторы приглашают волонтеров, помощников и желающих очень много. Звук наточенной косы здесь вместо будильника, грабли и виллы вместо сотового телефона. В горах все равно нет мобильной связи. В поля волонтеры выходят на рассвете, по утренней рассе. Признаются, ради таких пейзажей и эмоций готовы трудиться весь день. А, ну появилась такая возможность приехать на природу, чуть-чуть помочь заповеднику. С радостью согласились. Просто место хорошее, красивое. Поможем и заодно отдохнем. Здесь очень хорошая атмосфера. Здесь горы, луга, поля. Свежий воздух. Ну и к тому же просто остановиться, заняться какой-то другой деятельностью, ближе к земле, помедитировать, в конце концов. Последний раз еще в детстве, в школе, с дедом ездил на сенокос. Заготавливали с ним сено, косили, косоят, собирали все это. В школе опять же. Ну как будто вернулся, знаю, в школьные годы запах природы, посмотрите, как красиво везде. Обычно сено косят в течение одного месяца, в июле. Однако в этом году заготавливать будут и в августе. Трава еще зеленая и сочная, благодаря сырому и не очень жаркому лету. Колючки где-то попадаются, там, ажина тоже вторую, не надо брать. А так нормально. В горах растут ромашка, иван-чай, тысячелистник. Такой полезный сбор заготавливают для лошадей. В южном отделе Кавказского заповедника их 15. Также часть сена отправят обитателям вольерного комплекса. Там тоже с десяток копытных, косули и олени. Кстати, сотрудники заповедника запросто могли бы косить сено бензокосой. Сэкономили бы и время, и силы. Но, по их словам, местных серн и олени не обманешь. Они чувствуют запах бензина и есть такой корм не станут. Чтобы обеспечить животных едой на всю зиму, планируется собрать до 15 тонн сена. Около трети уже заложено в конюшне. Конечно, заготовить такой объем одним инспектором отдела охраны и сотрудникам заповедника очень сложно. Поэтому традиционно на помощь зовут волонтеров. И они едут из Краснодарского края, из центральной полосы. Даже столичные гости хотят поработать на сенокосе. Городским, как сказать, конечно, трудно. Могут и за часы мозолин набить или еще что-нибудь там, конечно. И с граблями тяжело, с виллами общаться. Ну, стараются ребята, стараются. Никто так особо не жалуется нормально. Да, конечно, приходится некоторых учить, как обращаться, как что там. Ну, нормально, в основном, все хорошо. Свежий воздух, красота гор – это еще не все, что получат волонтеры за свою работу. Каждому городскому жителю предоставят туристический билет и возможность снова побывать в горах. Отправятся по любому экологическому маршруту заповедника. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешиев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok